Сегодня прессу, которая пришла. Мы все с вами понимаем важность сегодняшнего дня и важность тех событий, которые происходят в нашей стране. Уважаемые господа, вчера весь молдавский народ стал свидетелем беспрецедентного события. Сегодня осуществленный ЦИК в отношении кандидата на пост премара в городе Беллс депутата парламента Марины Таубер, получившей более 48% в первом туре. Незаконное, абсурдное по своей сути обвинение со стороны ЦИК было выстроено на абсолютно бездоказательной, юридической, ничтожной аргументации о якобы имевшем место в факте нарушения, а именно кормлении членов своей команды. Целый СИП, вместо того, чтобы обеспечивать государственную безопасность, подсчитывал, насколько наели активисты партии ШОР в Беллс. Безусловно, мы этого так не оставим. Мы констатируем, что все государственные структуры захвачены правящей бандитской группировкой, состоящей из закомплексованных, не умеющих проигрывать людей. Этот режим стремительно деградировал до криминальной диктатуры. Он превращает осознанный выбор в людей в ничего не стоящее действие, пустой пшик. Демократия – это и есть выбор большинства. Получившая вводом доверия граждан бандитская сутенерская группировка ПДС так и не поняла, что выбор граждан необходимо уважать. Да, винить некого. Своей главной задачей отныне я вижу освобождение Молдовы от диктатуры. Из-под власти местечковых людей, которые не способны принять главное правило демократии – это свобода и волеизъявление граждан. А вы знаете, если я за что-то берусь, я обязательно довожу это до конца. Прощай. Прощай, всенародная ошибка Майя Санду. Прощайте, мошенники и бандиты из банды так называемых хороших людей. Вам осталось недолго издеваться над страной и унижать свободных граждан Республики Молдова. Уважаемые друзья, сегодня речь не идет у Марини Таубер обо мне или о партии Шо. Речь идет у вас, гражданах Республики Молдова, и горски некомпетентных, подлых и циничных людей, которые попирают все ваши права. Право на благосостояние, право на мнение, а главное – право на свободу. Право почувствовать себя в безопасности. Эти политические мутанты, которые украли ваш голос путем обмана, преследуют одну лишь цель – напугать вас и закрыть вам рот, чтобы вы не возмущались тем беспределам, которые они устроили в стране с тех пор, как захватили власть. Они думают, что весь народ Республики Молдова терпеливые глупцы, которые не в застоянии защищать свои собственные права. Дорогие бельчане, ПДС силой пропихивается в вашу премарию. Они крадут ваш город и право быть хозяевами в вашем доме. Не для того, чтобы сделать что-то для вас, не для того, чтобы помочь вам, а потому что они согласны с тем, что вы, бельчане, не доверяете им, и не пылаете к ним безоговорочной любовью. Эта социопатка по имени Майя Санду хочет доказать вам, что если она чего-то хочет, вы, граждане Республики Молдова, вы, жители города Бельц, не имеете права ей возражать. Вы обязаны выполнять любые ее амбиции и прихоти. То есть, парализовав все государственные учреждения и разрушив все, что более не менее функционировало, теперь она взялась разрушать премарии и местные учреждения. Я хочу верить, что вы понимаете, что происходит, и не позволите этой мутантке издеваться над вами и воровать ваше будущее и право на лучшую жизнь. Поэтому партия ШОР заявляет, мы будем бороться до конца за право жителей города Бельц выбрать премара, который реализует их давнешнюю мечту о городе будущем. Мы будем защищать право Марины Таубера быть избранной, как это предусматривает Конституция Республики Молдова. Мы обращаемся к Европейскому парламенту, ОБСЕ, с заявлением о грубом нарушении избирательного процесса и необходимостью дать оценку происходящим событиям. Мы обращаемся к народу Молдовы. Нынешняя власть на примере выборов в Бельцах показала свое истинное лицо. Получив третье место в первом туре, режим Санду руками своего карманного цика расправился с кандидатом, получивший народное доверие, провалив полностью экономическую повестку, демонстрируя полное управленческое бессилие. Единственный метод, который остался у Санду доказать, кто в доме хозяин, это применить беззаконие и тотальную диктатуру. Партия Шор по-другому видит путь достижения успешной молодого и счастья для всех граждан нашей страны. Это путь экономической свободы, равных прав, осуществления принципа закон один для всех и неотвратимости наказания. Путь создания качественного образования для молодежи, рабочих мест для взрослых и достойной старости для пожилых. Мы смогли доказать свой профессионализм и честность по отношению к избирателям в Оргеи. Мы хотим и превратим Бельцы в чистый и красивый город с парками и качественными дорогами, с современным общественным транспортом. И жители города Бельц тоже этого хотят. А Санду нет. Она просто украла их право на лучшую жизнь, при этом проявив за время нахождения у власти свою полную несостоятельность и некомпетентность. Поэтому для того, чтобы построить сильную и счастливую Молдову, нам вместе необходимо устранить это препятствие в виде режима Санду. Дорогие друзья, на сегодняшний день мы видим две главные задачи. Первая задача довести до законного и логического завершения выборов в Бельцах. Мы считаем сегодня необходимым дать возможность бельчанам избрать того примара, которого они считают нужным. исходя из вышеизложенного, наш план следующий. Первое. Мы применим все возможные юридические методы для того, чтобы отменить вчерашнее незаконное, нечестное решение Центральной избирательной комиссии. мы призываем всех горожан города Бельц, всех неравнодушных граждан Республики Молдова, неравнодушных своим собственным правам выйти и поддержать ни меня, ни Марину Таубе, ни партию Шор, а свое собственное право на воле изъявления, на главный принцип демократии. Мы сообщим когда и где состоится суд. Мы рассчитываем на вашу поддержку, на вашу поддержку не нас, а на вашу поддержку своих собственных прав. Мы рассчитываем, что сегодня вокруг данной ситуации объединится все общество, неравнодушное к тому беспределу, который происходит в нашей стране. и третье. Я очень рассчитываю на честное, справедливое и законное решение суда. Но в любом случае я призываю всех бельчан выйти в воскресенье и поставить галочку напротив того кандидата, которого они решили. напротив как мы с вами прекрасно понимаем Марины Таубе. Бюллетени уже напечатаны и там стоят две фамилии. Исходя из этого вне зависимости от того, что будет происходить в ближайшие два дня я призываю всех выйти в воскресенье на голосование и сделать свой выбор. Доказать этой шайке чего вы горожане города Бельц хотите на самом деле. Второй своей задачей я вижу необходимости в срочном демонтаже существующего режима. В ближайшее время, в ближайшие дни мы выйдем с четким планом и предложением по демонтажу существующего режима и проведение срочных досрочных парламентских выборов, где народ исправит свою ошибку. Дорогие друзья, ситуация, которая сегодня происходит в Республике Молдова является беспрецедентной. Такого не ожидал никто. И не позволял себе никто за всю историю нашей страны. Поэтому я очень рассчитываю на поддержку граждан. Я очень рассчитываю на поддержку сплоченности всех политических сил. Еще раз хочу повторить. Сегодня речь не обо мнении о Марине Таубере и не о партии Шор. Речь о свободе, праве, о главном праве демократии это свобода избрания. Свободно быть избранным и свободы воли изъявления. И в завершение я хочу обратиться ко всем дипломатическим миссиям. Уважаемые друзья, коллеги, сегодня утром многие люди нашей страны, многие жители ждали вашей реакции, ждали осуждения вами того беспредела, который происходит в нашей стране. Но, к сожалению, почему-то многие из вас набрали в рот воды и молчат. Но мы прекрасно помним вашу реакцию на аналогичные события нескольких лет назад. И многие граждане Молдовы удивлены тем вашим двойным стандартом, который вы сегодня нам показываете. Или для вас есть разница и вы делите граждан Молдовы на тех, кто голосует за ваших и не за ваших. Очень неприятно и противно на это смотреть. Мы очень рассчитываем, что это является всего лишь технической ошибкой вашей занятости. И в ближайшее время Молдова увидит вашу реакцию и осуждение того беспредела, который происходит в нашей стране. Также хочу обратиться к чиновникам. которые до сегодняшнего дня приложили все усилия для реализации исполнения плана МАИ по ликвидации конкурента на выбор. И те, кто пытаются дальше этот план внедрить в жизнь. Уважаемые чиновники, я вам напомню, у многих статьях Уголовного кодекса и у вашей ответственности, прямой ответственности за принятие вами решений. И сегодня, исполняя указания сверху, вы думаете, что вы обеспечиваете себе гладкое будущее на ближайшие несколько лет. Но нет, дорогие друзья, хочу вас разочаровать. сегодня вы подписываете себе приговор в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому очень хорошо думайте, когда вы что-то делаете. Наказание обязательно придет. Спасибо вам большое, спасибо за внимание, спасибо, уважаемая пресса, за то, что вы пришли. Если есть вопросы, я с удовольствием готов вам на них ответить. у нас Я так понимаю, что представители правящей власти, которые пытаются перевести данные при конференции, у группы, нарушениях и обеспечения, в отношении демократии нашей страны на другую тему. Несмотря на то, что сегодняшняя пресс-конференция касается совершенно другого, я отвечу. Вы все были свидетелями того, как несколько месяцев назад я четко заявил о готовности прибыть и дать показания, и участвовать в суде. Единственным моим требованием было снятие с меня незаконного наложенного на меня ареста. Более того, я заявил о готовности бывшими акционерами банка погасить, выкупить все кредиты, которыми государство оценило как плохие. И тем самым фактически возместить так называемый ущерб. Но никакой реакции не последовало. Ни от Генеральной прокуратуры, ни от администрации президента, ни от Национального банка Республики Молдов. Поэтому вопрос, уважаемая коллега, задайте, пожалуйста, в те институты власти, которые вас сегодня попросили прийти к нам и задать эти вопросы. Я уже очень четко ответил на ваш вопрос, думаю, что мне не надо повторяться. Вопросы еще есть по теме, по которой мы сегодня проводим конференцию? Нет? Да? Видимо, вас, к сожалению, не интересует тот беспредел, который вытворила наша уважаемая, недолго оставшаяся власть. Спасибо вам большое. Спасибо.